красавица красавица на превью воу 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 доброе утро народ всем привет время пол пятого утра по москве вставайте вставайте штанишки одевайте берите ложку берите хлеб и садитесь за обед а мы идем проверять первыми петухами на речку чуть-чуть проспали потому что встал в 4 еще было темно дал нам еще полчаса поваляться как вроде уже расцвело не знаю у кого в 4 утра там петухи поют но у нас в городе уже все распелись у нас первые петухи у нас чайки курлыкают с воронами смотрите так что все надо сразу яйца в руки зубы в ноги и бегом бегом на речку сейчас надо костерочек пустить дымка короче лодка здесь вот она кто это будет увидеть вон она там замаскирована перевернута вверх-вниз даже никто ее не нашел мы вчера в темноте спрятали так что сейчас достанем и подкачаем высушим тряпки чтобы с мокрыми жопами не садится конденсат сейчас испарение от воды вон идет эти туман все мокрое быстренько сходим перетрясем стену вот этой грязи в расчете того что еще под утро может что-то попадется стряхнем хотя хотя в сети потому что полностью в сети сейчас нету рыбы она вся грязная стоит вот пойдем наведем с вами кофейку чайку кипятим на костре попьем сидим пару чайчиков поедим а потом с концами снимемся будем все высушивать там уже солнышко выйдет пока еще солнышко не вышло все поплыли в мокрые лодки а подплываем к сети ой к лесу и горох весь уплыл ладно плывем к сетке я так и знал что версию в реках это бесполезное дело сейчас я вам покажу что такое стена грязи сетях а потом мне не пишите что мы браконьеры сайт такой попробуйте поймать на будь сайт такой снимайся сетей так вот где прямозонки Ух ты рыба, блядь, ушла смелость, смелья, эх, надо было заботать, ты заснял это, окунь что ли ушел? Ну вот, снимай людям то, что мы тут ловим, видали? Какая тина, и сейчас вот это все будешь, ребята, это все перетряхивать и будет все это на твои одежды, это грязище, берем еще, вон она, неподъемная стена грязи, какая тут нахер рыба, бля, Какая тут рыба попадется, в такую-то стену грязи, вот такая, эту сеть потом ни в каком тазике не отмочишь сфере, стена грязи, какая тут нахер рыба, знаете, что какая шамотная, залетная, снимай, снимай, грязище, вон она, килограммы, тонны грязи, Не перевернусь, я не перевернулся, я по сети не перевернулся. Мы говорили, рыбы тут не будет, вчера каким-то чудом сюда щука попалась, и вот такая стеногрязь, мне кажется, надо это все снимать, бесполезно, это бесполезно, ребята, это не рыбалка, Это не рыбалка, а грязевалка О, коряк наловили, но вся новая Это плохо, но это неизбежно, и это тоже часть рыбалки. Дырку сделали новую, видите? Ну что, ребятки, видали? Как я и сказал, вчера попалась только местная, видать, туда запорол сразу с вечера, шамотная щука В эту стену грязи в сети сами, я вам видели специально, показал, просто стена грязи, достаешь битком Надо, я думаю, все сети снимать, нет смысла перетряхать, через полчаса она опять вся будет грязная, я ее даже не встряхнул Рыба не пойдет в такую грязную сеть, так что надо доставать ее, отмывать, высушивать, отмывать, в фере полоскать, еще доставать Есть надежда только еще на китайскую сеть, которую мы вчера профукали, которая палка оторвалась, она там все тоже течением забилась мусором, скомкалась, потерялась, возможно, куда-то уплыла, не знаю, найдем мы ее сейчас Может, там что-то попалось, хоть одна рыбка, потому что мы сегодня взяли ингредиенты на уху, картошку, морковку, там, лучок, перловку, хотели, думаем, рыбку сварить в сотейничке Ну, пока рыбки не поймали, будем час чаю кипятить, Ромка, уже мы им костер развели Доброе утро, Романыч, бодрячком вторая часть началась Ну, ладно, у нас разведка, конечно, ничего страшного Как сказал Роман, у нас разведка Ну, уровень воды здорово сдулся, вы видите? Смотрите, метра два убавилось, видите, ребят? Просто сейчас открыли шлюзы сверху и снизу, и воду всю спускают, потому что снега сошли, дождей еще не было И поэтому боятся, что наводнение будет или где-то может разливаться из-за берегов Из-за этого воду сейчас четко сливают, идет грязь, идет потоп, нахуй, воды нет метра два, в реке вообще по колено Короче, из-за этого мы наловили одной грязи И плаваем прямо это, на мели, прямо жопами, прямо лодкой в камни входим Садимся Так что вот, спускают в воду заразы Будем ждать тогда здесь, пока делать нехрен, сети будут грязные Будем ждать, когда уровень воды прибавится, рыбка какая-нибудь сюда зайдет, ребят Вон, образовалась нора боброви хата Бобры сейчас, наверное, если честно сходят с ума И не понимают, где уровень воды, почему их не хаты оголились и куда все пропало Норка приличная Была бы селфи-палка, ребят, я бы вам залез туда селфи-палкой Поглубже показал, но я не взял Ну что, хата, как хата, темная, большая и бездонная Ох, сейчас согреемся с утра Такой холод собачий с утра, конечно, мерзко Мерзко все, мокрое, везде туман, ряско Но самое главное, что у нас есть дружная компания Шоколадные конфеты, карамель куркунов И все, и живем Еще бы, конечно, до полного счастья После чайка Самое главное, еще бы горяченькой рюшки и рыбы хвостик бы поймать И если бы еще была буха, тогда точно не зря сходили Ну хотя бы щуки вчера жареные поели, кстати, была очень вкусная, ребят Ели, прямо мурляли, мурчали Бабушка, говорит, всю голову съела у нас Мы с Ромой по два кусочка брюха сажали Еще там на утро даже осталось в холодильнике Ну, кстати, мы очень вкусно пожарили На чугунных старых сковородках такой прямо колер получается смачный, я тебе скажу Со специями универсальными из Дагестана она прямо сыграла Ага Все, закипел Ох! Красота Фух! Солнце высло, красота от блеск такой течения, да? Атмосфера какая, чувствуешь? Ни хвоста нам, ни чешуи Хе-хе-хе Сейчас подостынет, будем конфетки есть, чаемчить Эх! Ушиться бы горячий! Ну, нету, зато у нас есть тушенка, картошка, морковка и лук Че там, не заменим, что ли? Сейчас какой суп мясной сварим с тефтелями С свиной тушеночкой, вот такой будет Похлебаем рюшки, да? Хе-хе-хе Тих! Тма! Да была бы, денег тьма У-у-у-у-у-у-у-ух Лес остыл, и вещь я сбросил И-и-и-и-и-и-и Лихой Эти гвозиты за мной Вот он, миг кайфа, инстальпия. Неважно улов, неважно ничего, всегда запомните, главное, процесс, и отдыхать с душой и сердцем. Вот это отдых. Хоть и трудовой, и грязный, и мокрый, и всё такое. Но это наш отдых, и мы, мужики, его любим. А вы, бабы, ни хрена не понимаете, на рыбалку нас не отпускаете. Всем, кто пьёт чай, всем приятного чаепития. Бу-бу, чудых. Так, а тем временем берёзовый сок набегает, потихоньку капает. Самый чистый, через капельницу, кстати. Вот, сколько-то уже налилось. Так что вот, скоро будем квасить. Нормально. Пока суп и уха ещё не сварились, Ромка проголодался. Хочет, хочет бычков поесть. Не знаю, греть ему их на камнях, или холодными их надо есть. Ну вот, открывай, ешь. Сейчас я тебе вилку дам хлеба. Пахнет, вроде вкусненько, ну вот, дай-ка попробую. В томатном пасте рыбка-то. Эх, рыбу-то взяли с собой. Нельзя на рыбалку с рыбой, даже в шпротах. Нормально. Как бычки в томате, там вот это всё, килька в томате. То есть с хлебом нормально сейчас перекусить, потом я сейчас с вами супчик сварю. Всё. Мы за хлебом и есть. Ты знаешь, будет под какую песню? Ну, под нашу, короче. Сли по Волге реке. Да он разливался. Экстремно накрыть, всё, тут неправильно. Всё, будешь, ну. Бобровые завалы головлины. И вот нас тут жерехов-то завалило с лета. Хорошие коряги-то. Да? Хорошие коряшки, да. Водички было чуть не на полметра выше. Вот тут, ну, вчера, ребят, привязались, и у нас лопнула палка и отвязалась. Так что будем искать сейчас сеть с другого конца. Вот здесь она вся в гармошку где-то сморсилась. Будем рассчитывать, что хоть один хвост до запоролки в этот комок запутался. Не видать тут нигде тушу двухкилограммовую вспышу. Ой, а походу сеть сапанул. Походу что-то сейчас задел верёвкой. А, мы её дальше коряге вот туда утащили, да? Там привязать. Либо она располовенилась. Разрывалась. Он бобровые палочки вывоз, ну, как. Привязываясь, подбирается. Вот такие. У, блядь, рыба! Вон, она торчит головой. Есть уха! Пацаны, есть уха! Никакую мы свинину жрать не будем, бля. Мы вся несухой, где пытается. Снимай. Залеко ещё пока. Поленово поймали. Точно, что-то вот цепили, блядь. Снимай? Угу. Давай, снимай, это у петуха. Голов. Какая рыбочка какая-то, рыбочка. Ну, да, мне даже пару. Так, не передох снимай. Сейчас включить тяжёлый. Красавчик какой. О! Сейчас всё здесь. Вот, красавчик. Всё, обрыбились. Мы в том году-то ухуделали с головля. Угу. Тяжело с грузами. Она очень тяжёлая и длинная. У меня нет никаких сил уже против течения бороться. Олег на последнем издыхании. Ну, мы свет спасаем, чё-то. Она, да. Видишь, где груза были потухшие, он, видать, вышел на перекат, попался. Остальная вся всплыла крем. Ну, то есть, блядя, не в гармошку, ничего не шернулся. То есть, она на тяжку, блядь, что... Мы идём прямо на него. Она оторвалась. Она бы уже оторвалась слабой течению. Видишь, вот зацеп не даёт. Зацеп, да. Ну, видишь, в принципе, он и сделал всё идёт. Мы на этот зацеп и тянем. Сколько там вообще дотянем, там уже рвать придётся. Хоть большую часть. С ветками в перемешку. Всё сверговалось. Да, ещё один. Старый. На уху. Сейчас я ветки беру хоть. Самый крупный. Вот, блядь. Так сподзавалываюсь. Давай. Сейчас это задушил, что я живой. Просто кручу. Ром, мне дико неудобно. Давай, вырубай пока камеру убирай. Фух, ребят. Вот это был у нас сейчас с Романом наш бросок. Вот это была эта. Миссия по спасению сетки называется. Половину вытащили, большую часть сети. Половину зацепили, порвали. Профухали два гаечных груза, ключа. Пол сети оставили там на коряге, выдрали. У нас уплыло весло. Ножа с собой не взяли, сеть отрубить. И весло плывёт по течению. И мы отвязаться не можем. Давай там зажигалкой плавить. Еле-еле отплавили, чтобы сеть нас отпустила за веслом плыть. Где-то километр, на километр-то мы проплыли. Сейчас теперь назад нам возвращаться. Вон в каком месте приплыли. Так что, удачная сеть спасли. Всё это высушим, разберём. Большая часть ещё пригодится китайке. Вот наши голавлики. На солнышке тут квакают. Пузатенькие. Может, с икорочкой. Так что вот, ребята, обрыбились. Ладно, теперь нам надо километр назад эту лодку повыше по течению везти к нашим костру, к сумкам. Пойдём сейчас её мыть, сушить всё и уху варить. Пойдёмте с нами уху варить, ребята. Блин, нам два-то великовато в сотейник-то. Ну ладно, заживём. Так, моем лодку, господа. Зачёрпали воды сюда сотейником. Протираем. Сейчас побултыхаем, всё сольём. Будем сушить. Потом дно помоем, будем сворачивать. За лодкой будем ухаживать, потому что резина сопреет. Всё просушим, всё помоем. Всё красиво. Вот так. Вот так. Вот так. Заходи. А, блин. А потом вот так. А потом вот так. Ну и сейчас это дно. Дно можно прям сотейником вот так протиснуть, тряпкой, наверное, полить. Так, всё, ребята, вещи все сюда перетащили. Лодку всю помыли. Сохнет пока одна сторона. Сейчас будем переворачивать, мыть другую. Сейчас я пойду в котелок подготавливать все ингредиенты на уху. Картошку, морковку резать, лучок. Воду сейчас нальём, скипятим. Костёр новый вот тут где-то разожжём. Вот так. Роман тем временем подготавливает уже головлей. Чистит на уху. Сейчас мы всё отрежем, потрошки. Так что вот. Давай. Пока рыбой занимаюсь, я пошёл этим заниматься. У нас всё поделено. Рома тут сидит, короче, ребят. С воронами переговариваются. Вот. Он им трепуху кидает. Они ему говорят спасибо. В общем, разделали голавлика на две части. Я почистил всё уже на уху. Картошку, морковку и лучок. Ничего сложного нет. Сначала разожжём костёр. Зальём чистой кипячёной воды из дома. И поварим сначала овощи. Вот. Взял ещё тут душистый перец с горошком. Ложку уху есть. Перловка вот на дне валяется. И лавровый листик вон там. Это всё потом положим. Сначала овощи покипят. И в конце уже, надеюсь, муравьи не съедят нашу рыбу. Ну, как всегда, за 10 минут до готовности картошки овощей кинем для бульончика, для навара. Посолим. Всё. Доведём. И 10 минут рыбка. Она будет нежная, чтобы не разваливался от костей. Сразу же готовится. Вот. И похлебаем. Вот. Сразу же готовится. Маленький объём. Я знаю, сколько. Маленький объём. Да. Это паприка. Маленький объём. Продолжение следует... Продолжение следует... И с чесночком... Так, уху, короче, убрали отсюда на задний, на дальний проект чуть-чуть. Она здесь как на подогреве, видите? Маленький огонь, как дома на газу готовите. Мы ее убрали чисто на углях уже. Огонь крупный дали, чтоб не кипела. Самое главное, когда варишь уху, чтоб она не кипела. Иначе она станет мутная, рыба вся развалится, и бульон будет невкусный и некрасивый. А сейчас вот он, кристально чистый, как слеза, бульончик. Вот тут в ухе такое должно быть. Сейчас перловочка уже распарилась. Картошечка уже мягкая, я попробовал, все вкусное. Галавлик уже дал в свой бульончик сок. Рюшечка, в принципе, получается божественная. Понятное дело, что в моих руках все божественно и вкусно. Особенно на природе, ребята. О-о-о! Из свежего голавля, который еще только недавно жил в реке. М-м-м! Да сейчас с хрустящей греночкой-то зачавкать, бульончика похлебать. А, милоделы, ребят. А, я понимаю. Красота. Что я вам хотел сказать? Все. В принципе, я с костра снимаю сейчас уху. Закрою ее крышкой и уберу там на берег. Чтоб она немножко еще потомилась под крышкой. Сейчас она остынет. И мы с Ромой пойдем кушать. И я хотел с вами попрощаться. Больше вам пока не снимать сегодня ни съемок, ни мукбанка. И так уже устали все, замученные. Как мы кушаем вот это все. Ну, попробовали, вкусно сварили, показали. Все нормально. Так что мы, наверное, сейчас поедим без камер. Соберемся с силами очень уставшие, но очень не спавшие. Вот. Ноги болят. Все это на себе тащить сейчас. Будем собираться потихоньку, сматываться. Все сушить, сворачивать. И волоком потащить нам еще ехать через другой конец города. Без машины. На общественном транспорте, естественно. Так что вот, ребята, кому было интересно, респектуйте, как вам понравилось, не понравилось. Что понравилось, пишите. Что не понравилось, тоже пишите. Сегодня без улова. Ну, как-нибудь понюхали. Бульончик наварили. Поедим, сколько это возможно. Да, Роман? Придем сюда, может, через месяц, когда вся грязь сойдет. Вода прибавится, шлюзы закроют. Пока здесь ловить нечем. Ну, что, ребятки, всем пока. Спасибо за внимание. Ставьте лайки. Спасибо, да. До следующих встреч. Свидимся на следующих удачных рыбалках. Субтитры сделал DimaTorzok